А в Киеве теперь незрячие люди самостоятельно смогут найти нужный магазин, сходить в поликлинику или же преодолеть подземный переход. Столица первой из украинских городов становится комфортной для таких людей благодаря специальным блютуз-маячкам. Привычный для каждого из нас мобильный телефон слабовидящему человеку может заменить глаза. Для этого нужно установить на смартфон специальное приложение, а объекты инфраструктуры, магазины, аптеки, остановки общественного транспорта оборудовать блютуз-маячками. Василий запускает на своем смартфоне приложение и спустя несколько секунд слышит звуковой сигнал. По нему легко находит выход из подземного перехода. Мужчине 32 года, 20 из них он не видит, результат травмы. Но это не мешает Василию вести активный образ жизни. Он чемпион Украины по паратриатлону, профессионально занимается массажем, организовал беговой клуб и общественную организацию для незрячих. Мужчина много передвигается по городу и часто испытывает трудности с навигацией. Если я знаю местность, там где я перемещаюсь, то без проблем. Стараюсь максимально быть независимым от никого. Потому что если человек не видит или с плохим зрением, он себя чувствует, как правило, зависим от кого-то. Таких, как Василий, инвалидов по зрению в Украине официально зарегистрировано 50 тысяч. Современные технологии позволяют им не так остро ощущать свой недуг, говорит Константин, который почти 20 лет учит незрячих пользоваться компьютером, а в последние годы и смартфоном. На его занятиях могло бы присутствовать гораздо больше учеников, но многие просто не могут самостоятельно добраться до школы. Озвученного транспорта у нас очень мало. Там даже если стоит озвучка, она почему-то часто не включается. Много препятствий на тротуарах. Всякие клумбы, всякие штыри торчат, трубы металлические. Иван и Андрей разработали маячки специально для людей с такими особыми потребностями. Выходя из дому, необходимо запустить приложение на телефоне. Можно даже заранее проложить маршрут. Мобильный будет искать маячки, установленные по городу, и давать подсказки в пути. По мере приближения к необходимому месту прибор издаст звуковой сигнал. Каждый маячок регистрируется на сайте, после чего информация о нем появляется в телефоне пользователя. Создается своеобразная карта комфортных для слабовидящего человека мест. Наше приложение, оно тоже работает вместе с TalkBack. То есть, когда незрячий его открывает, то все, что находится на экране, оно озвучивается. Например, сколько маячков обнаружено. Он может, перемещаясь по этим маячкам, свайпами вправо-влево, слушать, что это за маячок. Короткую информацию. Есть аптека, банкомат, почтам. Для начала маячками оборудуют центральную улицу столицы. Мэрия города планирует установить около сотни приборов. Следом за Киевом новинкой обзаведутся еще два украинских города – Львов и Луцк. Обзавестись маячками готовы супермаркеты, аптеки, коммерческие структуры, чтобы быть доступными для незрячих людей. Маячок позволяет человеку с особыми потребностями найти нужный объект инфраструктуры, предоставляет полную информацию о заведении, сообщает режим его работы, а также информирует о наличии скидок или акций. Анна Панащук, Михаил Мищенко. Специально для Хабар-24. Киев. Украина. Продолжение следует...